Поднимите руки те, кто учится на отлично. О, однородкая рука. Дайте тюрьму этому звать. Алексей Фаюстов – новый гость проекта «Инженерные субботы». Окончил школу с золотой медалью, но точно так же, как многие сегодняшние школьники, не знал, кем хочет быть и куда поступать. В родных карталах Челябинской области будущая звезда уральской журналистики и проректор Уральского федерального университета впервые примерил роль диктора радиовещания. Ему на тот момент было всего 15. Мама у меня работала тогда инженером в местном радиоузле, а потом заболела инженер, и я говорю, а можно я выступаю в эфире? Он говорит, а ты справишься? А у меня уж тогда сломался голос, все было нормально. Я сказал, конечно, справлюсь. И выступил. Не бояться проявлять себя, открыть все свои замки на пути к успеху – такой посыл старался донести спикер. Уметь адаптироваться к быстро меняющемуся миру сейчас ключевой навык. Ребята могут до конца не понимать своего счастья, что здесь, в их родном городе, есть такое прекрасное предприятие, мощное, с большими возможностями, как в СМПО «Ависма», что им в дальнейшем может стать хорошим подспорьем в том, чтобы спланировать свою жизнь. Как же выбрать свою из более 7 тысяч российских профессий? И в этом ребятам помогла разобраться психолог-профориентолог Татьяна Волкоморова. Школьники прошли тест на определение своих сильных сторон, научились ориентироваться на рынке труда, получили гид по выбору направления. Алексей подчеркнул четко софт-скивы. В данной моей профессии, на которой я учусь, мне необходимо коммуницировать также с людьми. Он много для меня открыл в плане, как мне закрываться в себе и буду применять это в жизни. Это очень интересно, так как он был из небольшого провинциального города и смог стать тем, кем он сейчас является. Поэтому я считаю, что у меня тоже все получится. Новые гости проекта салдинским ребятам, что называется, зашли. Кто станет героем следующей инженерной субботы, следите за афишами в телеграм-канале «Где-где в Салде».